МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Историко-краеведческом музее состоялась выставка, посвященная Государственному археологическому заповеднику музея ОТРАР. Подробнее об этом через несколько минут расскажу вам я, Вероника Цветкова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Распоряжением Акима Акмолинской области 9 ноября 2024 года по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и согласия городского маслихата Акимом города Кокшитау назначен Ануар Кайргильдинович Кумпикеев. Ануар Кумпикеев родился 11 июня 1984 года в городе Павлодаре. Окончил Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова, магистр экономической полиции в Брэдфордском университете в Великобритании, выпускник международной стипендии президента Булашак. Трудовую деятельность начал в сентябре 2005 года ведущим специалистом Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения. С 2007 года работал директором Департамента стратегического развития, директором Департамента маркетинга и коммерциализации Республиканского государственного предприятия, Национальный центр биотехнологии. С 2008 года работал в коммерческих структурах, с 2009 года был директором Департамента, управляющим директором Акционерного общества Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ. С 2012 года исполнял обязанности заместителя Акима, с 2015 года Акима города Степногорска. В августе 2018 года был назначен Акимом города Павлодара. С 2019 года являлся советником, затем заместителем председателя правления Акционерного общества Транстелеком. С августа 2024 года исполнял обязанности советника Акима Акмолинской области. В областном центре стартовала реализация программы «Реновация». Проект направлен на обновление и модернизацию устаревшего жилищного фонда. В рамках программы старые многоквартирные дома будут заменены новыми современными комплексами, оснащенными необходимой современной инфраструктурой. Аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов принял личное участие в первом сносе ветхого жилья. Озеленение, благоустройство, спорт, детские площадки, обновление будет всех теплосетей, электросетей здесь. Первым участком для реновации стал квадрат улиц у Алиханова-Гоголя, Саина-Быковского. Вместо шести восьмиквартирных домов в течение года будет возведен современный жилищный комплекс. На данном участке планируется снос 75 ветхих домов и появится возможность строительства новых жилых комплексов. С июня и июля были проведены переговоры с местными жителями, потом были проведены выкуп жилья. На сегодняшний день уже все 48 квартир выкуплены. Первые четыре дома уже готовятся к сносу. Это по улицам Тледиева-3, Валиханова-206-208 и Быковского-4. Еще два дома будут готовы к сносу на следующей неделе. Это Быковского-6 и Быковского-8. На создание жилищного фонда из областного бюджета было выделено 700 миллионов тенге. Жителям шести домов, попавших под программу реноваться, была предоставлена денежная компенсация. На первичном этапе будет построено два жилых комплекса на 234 квартиры. Совершение работ запланировано на осень следующего года. В целом это первое пятно в городе. Это вот такое знаменательное событие. Вы знаете, в Казахстане у нас утверждена концепция развития жилищного коммунального хозяйства. В рамках этой концепции в городе утверждена программа реноваться. Вот это первая наша ласточка. В целом вещь очень хорошая, я думаю. Потому что все равно, когда идет обновление жилищного фонда, я думаю, это и внешний облик города, и хорошие условия для наших горожан и гостей. В рамках программы реноваться по городу запланирована модернизация 11 локальных зон, где компактно расположено ветхое жилье. Всего под снос пойдет порядка 800 частных и многоквартирных домов. Для эффективной реализации программы создана управляющая организация Пресс-ВК Кокще. Подрядные организации будут определены на конкурсной основе, отметили специалисты. Райлом Шитарымвек, Василий Бережников, Ордак Леугабулу, Кокщи Ахпарат. Распоряжением Акима Акмулинской области от 11 ноября 2024 года по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и согласия депутатов Маслихата Акимом города Коша назначен Азамат Капышев. Представляя активу нового Акима города Коша, Аким области Марат Ахмеджанов отметил, что Азамат Капышев является грамотным и квалифицированным руководителем. Перед новым руководством престоличного города поставлены задачи в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водообеспечения, электро- и теплооснабжения и инфраструктуры. Глава региона поручил держать на личном контроле ввод всех запланированных объектов и не допускать их срывов. Также благополучно и бесперебойно провести отопительный сезон. Особого внимания требуют и вопросы вывоза мусора, благоустройства и улучшения облика города. С учетом выгодного географического расположения необходимо привлекать инвестиции и продолжить работу по развитию предпринимательства и туризма. Состоялось заседание постоянной комиссии областного масляхата по аграрным вопросам и индустриально-инновационному развитию. В ходе мероприятия обсуждены итоги уборочной кампании текущего года в регионе. Сегодня собраны все виды сельскохозяйственных культур, кроме масличных. С площади в 7,8 тысяч гектаров получено 137,5 тысяч тонн картофеля. Средняя урожайность – 177 центеров с гектара. С 1,4 тысяч гектаров собрано 18,6 тысяч тонн овощей. Средняя урожайность – 128,6 центеров с гектара. В этом году с площади 4,7 тысяч гектаров собраны урожай. Объем культуры составил 66,6 миллионов. Средняя урожайность – 14,1 центера с 1 гектар. Масличные культуры на сегодня урожайность – 220,1 тысяч гектаров и 82,5 процента. Вот площадь и посева. Валовый сбор составляет 231 тысяч тонн. Средняя урожайность – 10,5 центера с 1 гектара. Получение такого урожая было достигнуто благодаря, конечно же, погодным условиям. Выполнение всех агротехнических мероприятий в оптимальные сроки. Для сохранения почвенной влаги перед пассивом жилого проведено закрытие влаги на площади более 4 миллионов гектаров. Акционерному обществу КАЗ «АгрЭкс» на предварительный анализ направлено 299,5 тысяч тонн семян. По состоянию на 1 ноября текущего года проверено 230,2 тысячи тонн, в том числе кондиционных семян – 195,9 тысяч тонн. На сегодняшний день принимаются все необходимые меры по завершению уборки масличных культур, сохранению урожая и подготовке к компании 2025 года. Кайрбек Тулегенов, Евгений Баранкин, Павел Соловьев, Ардак Тлёгабылов, Кухши Ахпарат. Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что из 34 проектов экономия бюджетных средств составила 79 миллиардов тенге. По имеющимся данным, в Карагандинской области на предприятии Караганда-СУ на стадии разработки проектно-сметной документации проекта реконструкция блоков основных водоочистных сооружений оказалась завышена стоимость пяти труб. По итогам совместной работы заявленная сметная стоимость проекта сокращена с 23 миллиардов тенге до 16,8 миллиардов тенге. Таким образом, в ходе анализа нацпроекта «Комфортная школа» выявлен факт повышения стоимости интерактивной сенсорной панели на основе предложений поставщиков, которые не считаются производителями или их дистрибьюторами. Кроме того, агентством были выявлены завышенные цены поставщиков. В Казахстане робот помогает врачам-ортопедам оперировать пациентов с тяжелыми поражениями суставов. В тандеме с новой технологией с начала года провели больше 30 вмешательств. Инновация позволяет осуществлять не только полную, но и частичную замену суставов. Операция в Национальном научном онкологическом центре занимает примерно час. Робот-помощник планирует весь процесс, анализирует анатомию пациента, контролирует операцию и делает точные расчеты. Инновация не дает ошибиться врачу. В таком тандеме имплант помещают в сустав пациента с точным расчетом всех параметров. После такой операции восстановиться намного легче. Роботизированная система МАКа – это последняя версия, которая прошла полную модернизацию. Раньше этот проект выполнял только один вид операции, но теперь его используют и при других вмешательствах на плечи, локти, колени и бедра. К 2030 году в Казахстане появится дефицит электроэнергии. Такой прогноз делает Минэнерго. Потребность в источнике питания превысит 6 гигаватт. Отметим, что на сегодня в стране работают 220 электростанций. Из них 144 объекта, возобновляемые энергией общей мощностью 2,8 гигаватт. В прошлом году было запущено еще 16 альтернативных источников энергии с дополнительной мощностью около 500 мегаватт. Уровень износа оборудования станции составляет 56%. Областной этап республиканского конкурса исследовательских проектов и творческих работ в Зерде среди учащихся 2-7 классов проходит в Кокшитау. В этом году участие принимает 161 юный исследователь из 17 районов и трех городов региона, представляя свои уникальные проекты в 12 секциях, охватывающие самые разные направления – от науки и техники до спорта и искусства. Среди участников выделились школьницы из Бурабайского района Нурай-Нуртаны и Аярки Амангельдина. Их проект – инвалидная коляска в домашних условиях для детей с ограниченными возможностями. Привлек внимание жюри своей актуальностью и социальной значимостью. Ученицы предложили доступное решение, направленное на улучшение качества жизни детей с особыми потребностями. Для того, чтобы соорудить такую коляску, им понадобилось две недели. В настоящее время коляски для детей с ограниченными возможностями хоть и разнообразны, но они дорогие. Поэтому мы решили сделать их в домашних условиях из пластика. Нас волновал вопрос, особенно ли мы заботимся о детях с особенностями. Всего на конкурс было заявлено 211 проектов. 136 из них прошли экспертизу. Целью данного конкурса является выявление и поддержка одарённых детей, проявляющих интерес к исследовательской работе. Данный конкурс проходит ежегодно среди 2-7 классов, оценивается по возрастным группам. Конкурс «Зерде» предоставляет школьникам возможность раскрыть свой потенциал, научиться исследовать и творчески подходить к решению проблем. Победители определятся по каждой секции в двух возрастных группах учащихся. Зарина Беккалиева, Василий Вережников, Жамбал Болтаев, Кукчьях, Парад. Наряду с современными методиками обучения и воспитания детей важно уделять время привитию им национальных ценностей. Такой подход к подрастающему поколению применяют работники Ясли Сада Арман города Кукшитау. Они провели мероприятие в рамках единой воспитательной программы с участием детей и их родителей, состоящих в клубе «Аналар Мектебе». Прививать дошколятам национальные ценности воспитатели сада решили посредством привлечения внимания деток к асыкам. Данный атрибут применялся для того, чтобы они понимали значимость традиционной казахской игры. Используя асыки, матери со своими детьми выполняли различные интеллектуальные, креативные и в то же время полезные для ребёнка задания. К примеру, с помощью одной игры можно было научиться завязывать шнурки. Отметим, что в клубе «Аналар Мектебе» при Ясли Саде состоят 25 молодых мам. «Только что мы играли в несколько видов игр, в том числе играли в асыки. Это напомнило мне моё детство, ведь когда я была маленькая, тоже играла с мамой в асыки. Это хорошая воспитательная игра. Моя маленькая дочь пришла в этот Ясли Сад Арман в этом году, в младшую группу. Я очень рада, что она приняла активное участие в этом мероприятии». Организацию подобных мероприятий проводит инструктор по физической культуре. Айгуль Мадьева считает, что такие игры под современный лад усиливают тягу детей к асыкату. Также у них развивается мелкая моторика рук, ловкость, смекалка. В целом, есть большая польза для их физического и психологического развития. Все изделия из асыков я сделала своими руками. Есть игры современного образца. К примеру, игры «Щетпек», «Тайказан», также «Бильярд». Посредством такого современного подхода я приобщаю детей к игре асыкату. Дети с интересом их играют. В настоящее время большинство детей сидят в телефоне. Родители сами дают им телефоны. Было бы хорошо, если вместо этого они давали им играть в асыки. Это можно делать дома. Очень важно популяризировать национальные ценности в дошкольных образовательных учреждениях. Особенно среди таких маленьких детей – это наша главная цель. В Яслисаде Арман в рамках единой воспитательной программы клуб «Аналар Миктебе» начал работу в прошлом году, работаем уже второй год. Дети в Яслисаду разделены на 16 групп в зависимости от их возраста. На сегодняшний день здесь получают дошкольное образование порядка 350 воспитанников. С 2015 года в Кокшитауском высшем педагогическом колледже имени Жанайдара Мусина работает патриотический клуб для девушек. Он создан с целью популяризации национальной самобытности, духовности и патриотизма, сохраняя при этом присущую нежность девушек. В клубе «Тамирис», объединяющем около 30 девушек и юношей, воспитывают духовные и патриотические ценности, а также уважение к национальной культуре. Название клуба – дань уважения «Тамирис» – легендарной царице, символу мужества и независимости, которая сражалась за свободу своего народа бок о бок с мужчинами. В духовно-патриотическом клубе «Тамирис» мы обучаем не только строевой подготовке, но и разборке и сборке автомата. В нашей стране отношения девушек к патриотизму и методы их воспитания также находятся на новом пути развития. Среди девушек проводится огневая подготовка. Кроме того, девушки из патриотического клуба посещают кружки и группы не только по военной подготовке, но и по направлению духовного развития. Девушки демонстрируют отличные успехи в учебе. Одна из них – Сабина Хасенова, которая также разносторонне совершенствуется. Она активно участвует в танцевальном ансамбле «Мирей» и кружках «Альшуак». Духовно-патриотический женский клуб «Тамирис» сочетает в себе традиционное казахское воспитание с современными требованиями, развивая в нас добрую волю и готовность к решению актуальных проблем. Я являюсь участницей женского духовно-патриотического клуба «Тамирис» со второго курса. На третьем курсе меня назначили командиром взвода. Моя деятельность в клубе включает подготовку к военным строевым смотрам, участие в военно-медицинской подготовке и конкурсах строевой песни. Клуб «Тамирис» – это увлекательное хобби, позволяющее мне развивать свои навыки и компетенции. Стоит отметить, участницы клуба принимают участие в областных конкурсах песни и строя среди студентов технических и профессиональных образовательных организаций области. Вероника Цветкова, Сабина Жамшитова, Павел Соловьев, Кокщи, Акпарат. В Канаде выявили первый в стране случай птичьего гриппа H5 у человека. Британская Колумбия сообщила об этом после того, как у подростка обнаружили положительный результат теста. Инфицированный подросток в настоящее время проходит лечение в детской больнице Британской Колумбии. Положительный тест на H5 был проведен в лаборатории общественного здравоохранения Центра по контролю и профилактике заболеваний. Сотрудники здравоохранения отправили образцы в Национальную микробиологическую лабораторию в Виннипеге для подтверждающего тестирование, в то время как органы общественного здравоохранения выявляют лиц, контактировавших с инфицированным подростком. Источником заражения, вероятнее всего, является животное или птица. Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло 10 ноября на востоке Кубы после недель ураганов и отключения электроэнергии, которые потрясли многих жителей острова. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Бартоломы-Масса-Куба. Грохот ощущался по всей восточной части, включая такие крупные города, как Сантьяго-де-Куба. Экстренных сообщений об ущербе или пострадавших не поступило. Ранее 6 ноября ураган Рафаэль в третьей категории пронёсся по западной части Кубы, а сильные ветра обесточили весь остров, разрушив сотни домов и вынудив эвакуироваться сотни тысяч людей. В Испанской Валенсии в результате протестов пострадал 31 полицейский. Накануне около 130 тысяч человек вышли на улицы, требуя отставки президента провинции Карлоса Массена после наводнения, которое привело к гибели более 200 человек. Полицейские пострадали в ходе нападения толпы демонстрантов на группу правоохранителей. В результате инцидента задержаны 4 человека, двое из которых арестованы за нарушение общественного порядка, а ещё двое – за нападение на представителя власти. Протест, прошедший 9 ноября, стал самым масштабным в Валенсии с 2003 года. Испанские издания сообщают, что демонстранты несли плакаты с надписями, осуждающими действия властей. В Акмолинском областном историко-краеведческом музее открылась передвижная выставка «Отрар на рубеже веков», посвященная истории развития города с 1 по 18 век нашей эры. Находки были привезены из Государственного археологического заповедника «Музея Отрар». Все представленные экспонаты отражают культуру и цивилизацию того времени. Подробности смотрите далее в сюжете. «Отрар» – один из древнейших городов Центральной Азии. Город привлекал к себе внимание завидным месторасположением, находясь на пересечении древних караванных путей. Он был одним из богатейших и развитых по тем временам городов на отрезке шёлкового пути в Центральной Азии. Исследования и археологические находки показали, что в «Отраре» развивалась наука, медицина, образование, земледелие, скотоводство. Здесь представлены керамические изделия, начиная с 1 века, разного рода кувшины, хумы, светильники, подсветильники, разного рода керамические плитки, строительные кирпичи, банные принадлежности, нумизматические находки. Все эти экспонаты были найдены в «Отрарском ойсе», в том числе в городище «Отрар». В 1969 году в «Отраре» начались полномасштабные археологические раскопки. Многие постройки были безвозвратно утеряны, но археологам удалось раскопать некоторые городские кварталы, мечети, дворец и баню. В Акмельском областном историко-краевенческом музее расставлены иллюстрации городища Кокмардан, крепость Шахристана, архитектурный комплекс, ворота Жаракте. Здесь также представлены облицовочные кирпичи XIV и XV века. На выставке можно увидеть вымыску пола средневековой бани. Цвет плитки сохранился с XIV века. В выставочном зале находится более 130 оригинальных экспонатов. И у всех жителей, гостей города, у всех школьников и студентов появилась возможность лицезреть это, не уезжая далеко на юг Казахстана. На открытии передвижной выставки присутствовали специалисты отдела образования, культурные и общественные деятели, ректоры университетов. Экспозиция будет доступна в Кокшитау в течение месяца. Вероника Цветкова, Василий Вережников, Кокши, Акпарат. Национальное искусство – важная часть культурного наследия. Его сохранение имеет особое значение. В городе Коши живут мастера, которые продолжают древние традиции – плетение полотна и ковров. Ремесленники не только создают уникальные изделия, но и передают знания и мастерство ученикам, чтобы сохранить ремесло для будущих поколений. В древности для создания традиционного казахского инструмента щи собирали подросшие стебли тростника, на которые наматывали шерсть и украшали орнаменты. В наши дни для удобства и доступности натуральной щи заменяются деревянными палками, которые можно приобрести. Этот вид декоративно-прикладного искусства включен в учебную программу школы номер один имени Рахимжана Кушкарбаева города Коши. В настоящее время традиции плетения щи преподаются ученикам седьмых и восьмых классов. Для обучения школьниками используется доступный материал – палочки, которые можно приобрести в магазинах. Первый шаг в обучении – подготовка шаблона, чтобы ученики могли видеть и понимать процесс работы. Техника создания щи предполагает обматывание палочки разноцветной шерстью, как это делали наши бабушки. На изготовление одного изделия ученику требуется примерно 4-5 занятий. Искусство ковра от качества является важной частью культурного наследия. В зависимости от технологии изготовления, ковры делится на ворсистые и безворсовые. Этим основам ковра от качества обучают ещё в одной школе города Коши. Искусство ковра от качества включено в учебную программу 9 класса. А сейчас перед вами ученики, которые осваивают это древнее казахское ремесло. Процесс создания ковра начинается с прорисовки орнамента, который будет служить шаблоном для вязания. Так ученики работают по эскизу, соблюдая узор и технику плетения. В настоящее время изделия, созданные школьниками, занимают первые места на областных выставках. Для учеников также действует кружок по рукоделию, который посещает около 60 школьников в свободное время. Они обучаются созданию различных изделий, включая ковры и другие традиционные предметы. В зале единоборств в многопрофильной детско-юношеской спортивной школе ОГЖИТПЕС прошел областной чемпионат по рукопашному бою. В нем приняли участие кандидаты от 10 до 18 лет. Этот вид спорта требует не только скорости, но и умения чувствовать противника как на близком, так и на дальнем расстоянии, а также мастерства в нанесении ударов. Стремление к победе было ощутимо в каждом спарринге. Преуспели и те, кто пришел с серьезной подготовкой. 12-летний Артур Пляун, ученик известного тренера Анаса Нуркеша, продемонстрировал свои умения в бою. Здесь болею за своего сына и школу единоборств «Казак-Батыры». Именно тренером у нас является Анас Сверкеш. Он трехкратный чемпион Азии, чемпион мира БАА ММА. Мы сегодня наблюдаем, надеемся на нашу победу, на наших молодых чемпионов. Будем надеяться и болеть процветание в школе спортивной. Я шел на 28 килограммах, участвовал в городских соревнованиях. Первый бой прошел успешно. Следующий бой будет финальным. Наверное, возьму первое место. В этом соревновании приняли участие любители спорта. Один из них известный спортивный менеджер Дархан Касымов. Материально-техническая база нашей спортивной школы с каждым годом улучшается. Мы часто проводим различные соревнования. Сегодня соревнуются подростки, занимающиеся рукопашным боем. Мы создаем все условия для их чемпионата. Уверен, что эти ребята будут спортсменами, которые будут защищать честь страны. В ходе состязания сильнейшие спортсмены стали призерами и победителями. Вероника Цветкова, Колымбек Мухаммеджанов, Шурсину Мирзак, Кокще Акпарат. Несколько лет назад в городе Есиль тренер Канат Шармагамбетов начал обучать местную молодежь восточным боевым искусствам. Сегодня его воспитанники – победители и призеры соревнований различного уровня. Благодаря частному спортивному клубу «Ишим» в Есильском районе быстрыми темпами развивается детский спорт. Особенной популярностью среди молодежи пользуются восточные боевые искусства. За это время у нас есть чемпионы Казахстана, чемпионы Азии, чемпионы мира. Последние соревнования у нас были по намадам мы. Чемпионат мира проходил, у нас Вениченко Анатолий стал чемпионом. Также по ушу сэнда есть чемпионы Казахстана, по рукопашному бою чемпионы Казахстана есть, по гамме ММА есть чемпионы. Финансовую помощь спортивному клубу оказывают сельскохозяйственные структуры из Есильского района. Я занимаюсь три года. Мой вес – 51 килограмм. Участвовал я на соревнованиях в Панамату ММА, чемпионат мира, стал чемпионом мира. Бои были очень трудные, соперники были тяжелые. Я на соревнованиях слушал тренера, и он, что мне подсказывал, я сделал. Навыки боевого искусства ушу сэнда познают не только юноши. Большой интерес к данному виду спорта проявляют и девушки. Минным тренером Ханат Шармагамбетов был. На чемпионате мира в Караганде я завоевала бронзовую медаль. Не собираясь останавливаться на достигнутом, я самоотверженно тренируюсь, чтобы добиться лучших результатов. В настоящее время под руководством Каната Шармагамбетова тренируется более 40 спортсменов. Каирбик Тулигенов, Халамбек Мухамеджанов, Василий Вережников, Агмаз Адвакатов, Кокщаях Парад. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин